Добрый день! А что, добрый? Привет, друзья! Сегодня поговорим о установке крепления башенного крана перекрытия. Мы очень редко говорим об этой задаче по причине того, что мы эту задачу выполняем очень регулярно, каждый месяц на протяжении 13 лет. Суть задачи. Есть башенный кран, растет здание, этажное здание. Каждые 6-7 этажей нужно крепить башенный кран к межэтажному перекрытию. Наверное, для того, чтобы он не упал при определенных ветровых нагрузках или каких-то других динамических. Крепление башенного крана выглядит очень просто. Это три стойки, которые крепятся на 6 отверстий, каждое из них снизу и сверху. То есть, получается 18 отверстий на этаже. И раз это три стойки, которые крепятся к двум межэтажным перекрытиям по 6 отверстий, соответственно, это 36 отверстий. Диаметр может быть от 32 до 40 мм. И так и на этом объекте. Задача была простая. Просверлить 36 отверстий, 18 на одном этаже и 18 на этаже выше. В плите перекрытия диаметр 40, глубина 200. Какие сложности с этой задачей? Первая сложность. Обеспечить соосность выполняемых отверстий. В чем сложность, спросите вы? Ну, казалось бы, возьми геодеза, разметь правильно, нанеси разметку, просверли по этой разметке. Все так. Но лучше эти все отверстия выполнять через плиту, которая впоследствии будет закрепляться к плите перекрытия. Я имею ввиду металлическую плиту. Почему? Потому что может быть 6 плит, и если их наложить друг на друга, получится абракадабра. То есть, они не будут соосные эти отверстия. Отверстия сверлятся, не знаю, на станке или вручную. Но в реальной жизни они гуляют вправо-влево на миллиметры, плавно доходящие до 5, 6, 7, даже до сантиметров. Поэтому самый верный способ решения этой задачи, обеспечения соосности выполняемых отверстий, это берем металлическую пластину и через эти отверстия сверлим алмазной коронкой. Скажи привет. Ай! Сложность номер два. Когда мы на таком маленьком диаметре попадаем в достаточно злую арматуру. Например, 24-ю, 20-ку. Это неприятно, потому что притормаживает коронка, естественно, и скорость сверления падает. Но, если говорить в целом об этой задаче, 36 отверстий, крепление башенного крана к межэтажным перекрытиям выполняется за один день. Давайте в двух словах расскажу об оборудовании. Раньше мы сверлили DD-C1, была такая машинка буровая у Hilti. Она сейчас сменилась на 30-ку, но у нас в парке 30-ок нет. Мы используем DD-150, либо с вакуумной присоски, либо просто ребята чуть ли не ногами становятся на опорную плиту и стоят. На анкер крепить смысла большого нету, по причине того, что диаметры маленькие. Их, в принципе, можно сверлить и вручную. Единственное, нужно обеспечивать вертикальность бурения. А вертикальность бурения проще всего как раз обеспечить, используя станину. Конечно, бачок для подачи воды. Да, мы полностью сейчас перешли на электрические бачки с аккумуляторами, которые по типу фонтанного насоса подают потихонечку водичку. И этого напора достаточно абсолютно для сверления алмазными коронками. Почему мы не используем сейчас Hilti активно? Мы используем, когда речь идет об одном, двух, трех отверстии. То есть, о минимальных выездах. Там нет большой разницы в скорости выполнения, когда ты используешь бачок Hilti или ты используешь электробачок. Но когда речь идет о 36 отверстиях, качать вручную помпу, это как-то уже не камельфо, что ли. Ребят, как вы думаете, какой ресурс у коронки диаметром 40 мм или 35 мм? Напишите свой вариант. Сколько метров погонных может пройти такая коронка по армированному бетону? Обычная плита перекрытия 200 мм, двойная сетка армировки. Очень интересно услышать ваше мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Благодарю вас за просмотр! Не забываем подписываться на наши два канала, ставить лайки. Хорошего дня! Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...